Процесс переноса инженерных коммуникаций – один из важнейших видов работ в рамках строительства новой станции Самарской подземки. Здесь, рядом с площадью Куйбышева, где расположится театральная, проходит множество сетей водоснабжения и водоотведения, электрические кабельные линии и кабели связи, сети теплоснабжения и газовые магистрали. Скорректировать расположение этих коммуникаций необходимо, чтобы не нарушить инфраструктуру города. Здесь, в историческом центре, находятся не только жилые дома, но и крупнейший в Самаре театр – опера и балета. Сейчас в сквере на пересечении Галактионовской и Вилоновской специалисты занимаются переносом теплосетей, при помощи которых в учреждения культуры поступает горячая вода и отопление. На сегодняшний день подача осуществляется штатно через улицу Рабочую. Этот нужен вынос коммуникаций для проходки из самого туннеля дальнейшего, который будет служить как туннель метрополитена. Мы работаем по тех условиям, которые выдали ресурсоснабжающие организации. Они обследовали свои сети и дали тех условия на вынос данных сетей. Казалось бы, такая масштабная работа приносит некоторые неудобства, но жителей это не пугает. Главное, чтобы долгожданная станция метро наконец открылась. Я езжу в Безымянке и, естественно, на метро Победа сажусь, здесь выхожу на работу. Это просто будет супер счастье. Конечно, метро – это прекрасно. Вовремя приходит, вовремя приходит, ты не будешь опаздывать никуда. Одновременно с подготовительными работами в районе перекрестка Галактионовской и Вилоновской специалисты трудятся в сквере на пересечении Красноармейской и Галактионовской. Предстоит прокладка водовода. Там сейчас разбита трасса под вынос и прокладку водовода, которые подойдут, если будем говорить, к забору, который со стороны Красноармейской. Дальше потом будет горизонтальное наклонное бурение, будут тащить 1200-1100 трубу в виде гильзы и потом в нее протаскивать водовод. Это второй этап по этому работу, по этому скверу. При этом подрядчику поручили максимально сохранять все зеленые насаждения. Ни одно дерево не должно быть спилено, а после работы газон и автополив необходимо восстановить. На перекрестке Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время выполнят горизонтальное бурение в рамках выноса газовой трубы среднего давления. А после переноса водовода и теплотрассы службы займутся и электрокабелями, которые проходят под дорогой на Вилоновской. Затем аналогично вынесут коммуникации по Галактионовской. Причем планируют все сделать синхронно. Работать будут открытым способом, то есть выруют котлован. Дорожное движение не остановят, но полосу немного сузят. После этого мы переходим на вторую полосу, которая по улице Вилоновской. Там идет вынос водовода, потом продолжение работы дальше, потому что по электрокабелю, который в данной ситуации. Потом мы полностью перекресток Вилоновской, закрываем асфальтом, верхним слоем. Это мы сделаем, я думаю, 15 октября. После окончания этих работ специалисты продолжат заниматься водоводом, который идет от улицы Вилоновской в сторону 153-го дома по Галактионовской, по нечетной стороне. Коммуникации там перенесут открытым способом. Также нужно будет переключить все дома, которые находятся на этом отрезке. Кроме того, в ближайшее время вынесут ливневые коллекторы в районе улицы Полевой. В сентябре планируется закрытие улицы Новосадовой от улицы Первомайской до Полевой. Также напоминаем жителям расселяемых домов, что с 5 сентября в администрации Ленинского района работает кабинет, где юристы и специалисты в сфере жилищного строительства бесплатно консультируют самарцев, проживающих рядом с будущей станцией метро. В приоритете адресный, индивидуальный подход к каждой семье, чтобы жители исторического центра города взамен прежнего жилья получили новое, такой же или большей площади. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События.